Путин вор! Путин вор! Путин вор! Народ как муж ошибся в жене, взяв жены эту власть. Пора вводить санкции против казнокрадов и взятка бракелей. Пора подавать на развод. Воры, казнокрады обмалевали и обмазали себя на пожизненно грехами. В следующие годы будут выборными. От нас, от граждан зависит, чтобы ни один казнокрад, ни один мошенник, ни один вор или наперстничек не просочился во власть. Почему мы не можем уже несколько лет позволить себе купить новые автобусы муниципальные? Ответ простой. Вот из тех налогов, которые выбираются в городе Новосибирске, которые мы платим, НДФЛ и так далее, у нас в городе остается 14% всего. Все остальное идет выше. Вы когда в маршрутку заходите, вы видите надпись такую? Осторожно работают мошенники. Вот они там действительно работают, даже зарплату получают. Я уже карманников не так боюсь, как боюсь чиновников. Они в мой карман залазят чаще и берут больше. Да кого мне из них бояться? А вот еще недавно забрали в прошлом году 5 лет жизни пенсионной реформой. А самое жизненное, самое главное. И вот сегодня мы говорим про транспорт. И что самое главное? Для чего идут эти повышения? Ведь стоимость уже заложена в процент на улучшение. И где это улучшение? Автобусам 15 лет. 15 лет ничего не менялись. Чего я должен поверить, что они сейчас что-то поменяют. Чиновников, давай! Долой! Путина, давай! Долой! Когда мы разносили листовки на морозе, людям разносили эти листовки, приглашали на наши митинги. И один мне говорит, вот как начать с вас скажет, так и будет. На что я ему ответил, вот когда ты сдохнешь, на своем кресте напишешь и накажешь это своим детям, что здесь похоронен раб. Так вот, не делайте из себя рабов. Сколько мы можем сидеть дома? Сколько можем сидеть на кухнях? Пора уже выходить. Какая-то Франция нам показывает, как это нужно делать. Латинская Америка показывает. До каких пор мы будем сидеть дома? Мы ходили в понедельник в управление пассажирской перевозки. Просили, будет ли повышаться цена на транспорт. Нам сказали, не знаю. На следующий день в маршрутках подняли цену на 20%. Другая новость. Капремонт подняли на 10%. Что это такое? Где справедливость? А я скажу, это беспредел власти. Здравствуйте, друзья. Как вы считаете, вот власти нам говорят, что мы работаем все для вас. Мы что видим? Власти работают в интересах народа или в своих личных интересах на свой карман? Грабят! Позор! Пенсионная реформа для народа? Позор! Повышение тарифов для народа? Позор! Почему мы их терпим, друзья? Мы выбираем депутатов. Нам депутаты приходят только тогда, когда им нужно. Как только им нужно перед выборами, они все стремятся прийти к народу. Голосуйте за нас, мы для вас счастье построим. Скажите, пожалуйста, вот в отношении коррупционеров хоть один депутат заявил? Нет! Они молчат. Почему? Да потому что рука руку моет. Потому что им невыгодно говорить Толоконского, Городецкого под суд. Они хоть раз сказали это? Нет! Скажите, здесь хоть и есть один человек, непонимающий, поднимите руку, кто считает, что Толоконский, Городецкий не являются преступниками? Воры! Толоконский, Городецкий по-прежнему на свободе. И мы призываем всех депутатов, кто хочет пройти во власть. Почему не поднимаете этот вопрос? Почему эти негодяи до сих пор на свободе? Почему они заложили эту пину, которой мы сейчас пожинаем плоды? Сейчас ко мне подошли, и от вас зависит, выступать ли этому человеку или нет. Национальное освободительное движение. Нет! Пусть! Пусть! Секунду! Друзья, друзья! Да пусть скажет, пусть скажет! Ну так даем или нет? Даем! 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 Пустя выставим! Даем! С вишенкой на нашем митинге! Да, 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 даем! Даем? Даем! Пускай высыхает! Не надо! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Надо сначала! Путин в Гаагу! Путин в Гаагу! Путин в Гаагу! Нот позор России! Нот позор России! Нот позор России! Нот позор России! Друзья, мы завершаем наш митинг.